Добрый день. Как уже, собственно говоря, было здесь озвучено, отдел нормативного регулирования, он как бы всего, прежде он переводит эту технологию, можно так сказать, на те требования, которые в дальнейшем переходят в обязанность для банков, так как все документы для банков, для организаций некредитных финансовых, так как документ имеет юридическую силу, зарегистрирован в Минюсте и, соответственно, становится некой обязанностью для банков. Все-таки хотелось поподробнее рассказать о тех подходах, которые применяются при нормативном регулировании. Безусловно, хотелось отметить, что все начинается с правовых оснований. То есть у Банка России имеются правовые основания, полномочия по установлению требований по защите информации. Поэтому Банк России, исключительно руководствуясь своими полномочиями, устанавливает требования, которые сейчас выражены в 683, 684, 382, 672 и иные документы, которые вам очень хорошо известны. Так как все эти документы уже действующие, вы уже с ними познакомились, поэтому я не буду называть полное их название. Наверное, понятно, о каких документах идет речь. Безусловно, все эти полномочия дает Банку России как его основной закон, 86-й о Центральном банке, так и специальные законы, которые регулируют область как банковского законодательства, так и финансового рынка. Это и 161-й закон, и 259-й закон, и ряд законов, которые, собственно говоря, будут установлены требования по защите информации. Как уже обозначал Андрей Олегович, что сейчас очень активно идет законопроектная деятельность. Банк России Минфин и Минкомсвязь очень активно привлекают к этой деятельности, потому что субъекты регулирования, для которых будут установлены эти требования по защите информации, они, безусловно, поднадзорны Банку России. После того, как нашим технологическим подразделениям проработаны технологии, как для банковской сферы, так и для сферы финансовых рынков, все положения и концепты переходят в отдел нормативного регулирования. Безусловно, все требования, которые сейчас установлены уже в действующих актах, они, выражусь так в кавычках, они, безусловно, взяты так не из потолка. То есть все требования, они, скажем так, формируются на основе, самое главное, на основе тех технологий, действующих технологий, которые сегодня уже применяются как в организациях банковских, так и не кредитной финансовой сферы. Но прежде чем, так как нормативный акт – это высокоуровневый акт, который содержит, скажем так, высокоуровневые требования, никаких частных случаев акт не устанавливает. Для этого у нас есть некие документы, как информационные письма, как методические рекомендации, которые более подробно разъясняют требования для тех или иных технологий или тех или иных случаев, правовых каких-то аспектов и так далее. Почему? Потому что организаций очень много, как крупных, так и мелких, технологии различные, количество операций тоже может отличаться. Кто-то работает только с юридическими лицами, кто-то и с физическими, и с юридическими. В общем, очень много деятельности предусмотрено, особенно то, что касается 684П, который у нас регулирует деятельность, регулирует вопрос по защите информации для некредитных финансовых организаций. Мы уже с этим сегодня столкнулись. Сразу хочется отметить то, что акты на постоянной основе совершенствуются. Они только появились. Это только, скажем так, первые наши акты, которые, безусловно, будут дорабатываться, совершенствоваться как под новые субъекты регулирования, так и под новые технологии. Когда начинается разработка акта, конечно, перед Банком России стоит цель. Цели как раз-таки отражены в средней колонке. Безусловно, основная цель появления этих актов – это противодействие осуществлению переводов денежных средств как без согласия клиента, так и противодействие осуществлению незаконных финансовых операций. Также, безусловно, направлены требования на защиту прав потребителей финансовых услуг, обеспечение операционной надежности и, что самое главное, финансовой стабильности организации финансового рынка. Кроме того, требования делятся на группы и установлены таким способом для того, чтобы в дальнейшем Банк России при осуществлении надзора мог для себя сформировать некий подход для выстраивания всех надзорных инструментов. То есть, еще раз повторюсь, что все требования, которые есть сегодня в действующих нормативных актах по защите информации, они там появились не случайно. Как я уже и говорила, что нормативные акты – это все-таки подзаконные акты, и появились 672-й у нас появился, опять же, подход какой, 672-й появился у нас изменение, не просто так, если кто-то помнит, это бывший 552-п, основание для его разработки, безусловно, у Банка России есть, это часть правил платежной системы, все эти полномочия закреплены в 161-м федеральном законе. Что касается новых актов 683-п и 684-п, такие полномочия у Банка России по установлению обязательных требований и согласованию с регуляторами в стекам ФСБ есть в 86-м законе, ст. 57.4, ст. 76.4.1. Безусловно, все эти требования распространяются на таких субъектов регулирования, как кредитные организации, субъекты МПС, некредитные финансовые организации, а также те новые инновационные технологии, это совершенно новые субъекты, которые сегодня уже Банк России, именно в лице Департамента информационной безопасности задумывается, как выстроенные технологии изучает, и, безусловно, все такие субъекты, как операторы инвестиционных платформ, операторы информационных систем, безусловно, также попадут под регулирование, и Банк России сейчас очень активно этим занимается. Также, повторюсь, еще раз для частных случаев и особенно для тех, скажем так, обособленных видов деятельности, особенно которые у нас встречаются в некредитной финансовой сфере, существует ряд методических рекомендаций. И ст. 76.1.86 Федерального закона, она предусматривает 18 видов деятельности, которые, безусловно, мы также это понимаем, имеют ряд своих особенностей, особенно в части толкования, что же все-таки понимать под финансовой операцией в тех или иных случаях, что понимать под защищаемой информацией, на этапах какого технологического процесса и какими способами обеспечивается защита информации. Также мы стараемся очень активно работать с поднадзорными организациями, и в адрес поднадзорных организаций пишем информационные письма. Безусловно, они создаются на основе тех вопросов, которые поступают в наш департамент по поводу разъяснения новых требований 683-684 П. Поэтому сейчас тоже руководство, скорее всего, в ближайшее время примет решение о том, чтобы создать, наверное, все-таки типовые ответы на вопросы, которые поступили в большом количестве в департамент, и для банков, и для некредитных финансовых организаций будут подготовлены типовые ответы на вопросы и размещены на официальном сайте Банка России в разделе как раз-таки нашего департамента. Хотелось отметить то, что также мы стараемся проводить работу на разных площадках и встречаться, все-таки рабочие встречи проводить, потому что многие организации сейчас уже, когда столкнулись с практикой применением тех или иных норм положения, особенно сейчас идет речь о 684 П, банки как-то уже привыкли к 382 П, и 683 для них, конечно, стал новым документом, но вместе с тем они уже знают о требованиях о защите. Что касается некредитно-финансовых организаций, безусловно, столкнулись первый раз и Банк России, и организации, поэтому сейчас очень активно с этой областью, с этими поднадзорными Банк России работает дополнительно. Очень коротко хотелось сказать о 672 П, то есть подходы, то, что документ все-таки не просто изменился, а отменился и появился новый документ, 672 П, это о требованиях защиты информации в платежной системе Банк России. Тут хочется сказать о чем, что, безусловно, как уже и было сказано ранее, что документ либо издается, либо вносится изменение в случае изменения технологии, появление каких-то новых правовых оснований, просто так документ никто не меняет. Безусловно, должен быть прецедент к его изменению. Поэтому, что касается 672 П, почему появились эти изменения? Потому что должны были быть установлены, и они сейчас там есть, требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в сервисе быстрых платежей. А также новшеством еще стало то, что реализация этой основной, я сейчас говорю об основных целях создания нового документа. Это то, что у нас в 161 законе появилась норма проведения мероприятий по противодействию учлению переводов денежных средств, и в 672 П тоже вошли такие изменения, и операционно-платежные клиринговые центры теперь тоже проводят такие мероприятия. По приостановлению операций, по выявлению таких операций, и все, что связано с противодействием как раз-таки таким переводам. Ну и, безусловно, так же, как это соотносится и к 683 П и 684 П, обязательное применение национальных стандартов Российской Федерации по защите информации, то есть наши ГАСТы. Я очень коротко, перечень требований, которые включены в 672, все уже, собственно говоря, известны, что там, безусловно, установлены требования по защите информации для объектов информационной инфраструктуры, перечень технологических мер защиты информации, которые применяются для контроля целостности, подтверждения подлинности электронных сообщений, обязательное информирование об инцидентах, которые происходят участниками СБП и операционно-платежно-клиринговым центром, определение либо расчет показателя несанкционированности переводов, противодействие сшлению переводов денежных средств без согласия клиента, это то, о чем я говорила, это что касается процедуры приостановления операции, выявления таких признаков, соответственно, с дальнейшим последующим информированием Банка России о таком инциденте. Приостановление обмена электронными сообщениями в случае выявления инцидентов, оценка соответствия уровня защиты информации по ГОСТу 2, методика оценки, обработка и формирование электронных сообщений и контроля реквизитов электронных сообщений. И есть еще ряд требований, связанных с применением подписи и так далее. Можно следующий слайд. Ну и наши два документа 683-п, 684-п, собственно говоря, реализован такой же подход, структура документа именно та, о котором вначале говорил Андрей Олегович, что, безусловно, группа, блоки крупных требований к объектам информационной инфраструктуры, к прикладному программному обеспечению, к технологии обработки защищаемой информации и ряд иных требований, которые также установлены этим актом. Я хотела еще обратить внимание на то, что все требования, которые входят в эти блоки, они все на слайде зафиксированы. И, безусловно, хочется еще раз обратить внимание на обязательность применения ГОСТа. Документы, кто с ними уже познакомился, уже вступили в силу с 1 июня 2019 года, но также документы содержат ряд отложенных норм по понятным причинам, потому что необходимо некое организационно-техническое обеспечение, доработки систем и так далее, для того, чтобы подготовиться к требованиям, которые устанавливают уже в настоящий момент, которые есть в ГОСТе и так далее. Поэтому хотелось отметить, конечно, то, что очень внимательно подошли к тому, когда определялись уровни по ГОСТу усиленные и стандартные. То есть очень долго обсуждался этот вопрос, особенно для некредитной финансовой сферы. Как вы видите, что среди тех организаций, которые подлежат усиленному уровню защиты информации, по усиленному уровню и стандартному, то есть у нас усиленный уровень выделен, собственно говоря, всего две организации. Биржа, центральный контрагент, что касается расчетной депозитарии, что касается других организаций, профучастников, их тоже очень много, но они выбирались только, скажем так, по критериям, только крупные из этих организаций, были выбраны только очень крупные. И сейчас, в настоящее время, мы еще раз внимательно пересматриваем эти организации, для того, чтобы понимать именно правильность именно этих расчетов и критерий. И по этому поводу мы работаем с профильными департаментами, которые выставляют для вас регуляторные требования основные. И мы, как, естественно, уже регулируя вопросы защиты информации, безусловно, смотрим в их сторону. Поэтому, если у кого есть вопросы, почему выбраны именно такие критерии, вот для профучастников и так далее, это как раз-таки все связано с работой профильных департаментов Банк России, таких как товарный рынок и ценных бумаг, такие как страховые рынки и так далее. То есть, поэтому также еще раз хочу напомнить о том, что работа ведется на постоянной основе. 684П подлежит совершенствованию. То есть, и мы, соответственно, если у вас какие-то будут предложения, то мы, безусловно, все рассматриваем. Если предложения, которые мы не можем принять, обязательно будем проводить рабочие встречи. А так, в целом, хочется отметить то, что правовое регулирование, оно в этой части открытое, документ обязательно проходит процедуру регулирующего воздействия, поэтому у каждого есть возможность высказаться именно при проведении как раз-таки этой процедуры, потому что такого не бывает, чтобы вышел документ, который банковское сообщество или финансовый рынок не видел. Безусловно, он может в какой-то части, скажем так, измениться, но эти изменения должны быть незначительны. Только в том случае, если такие регуляторы, как СТЭК и ФСБ, тоже несут некие уточнения в документ, потому что, как вы должны понимать, у этих регуляторов полномочия также, у них прямая норма по закону, нам согласовать с ними эти акты. Поэтому это, еще раз повторюсь, наш совместный труд с вами, Банк России и регуляторы. Спасибо.